Светлана Шмелева недовольна тем, что депутаты готовят программу реновации жилого фонда 40-х-50-х годов, так как не закончено еще расселение домов 20-х-30-х годов постройки. А сделать это должны были еще в 2006 году, но до сих пор владимирцы проживают в ветхом жилье. Вы хотите обсудить программу реновации домов 40-х-50-х годов, но при этом абсолютно не отработана программа, уже программа, которая действует. Вам здесь замечательно и прекрасно вещают и отчитываются о том, как все хорошо происходит, как расселяются, называются цифры, которые возводятся, цифры, которые расселяются. А вот каким образом это все на самом деле происходит, вот это все не говорится. Так, три двухэтажных дома на улице Фегина должны были снести уже давно, а жителей расселить. Для этого вблизи их дома был выделен участок под строительство многоэтажки, но строительство только началось. Исходя из этого, Светлана обратилась к депутатам еще из просьбы рассмотреть вопрос о создании закона о тишине, который уже принят в других регионах. Ведь стройка находится в пяти метрах от их домов и постоянный шум мешает людям жить. В данном случае, значит, будет обращение на Совет народных депутатов, будем разбираться, будем, естественно, отрабатывать этот вопрос застройщикам, для того, чтобы он пошел навстречу. В ходе заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов по распределению бюджетных средств. В частности, было решено направить дополнительные деньги на содержание дорог областного центра в осенне-зимний период. Почти 7,5 миллионов рублей. Это в дополнение к 12 миллионам, выделенным ранее. На день города, который состоится 26 августа, направят 741,5 тысячи рублей. Деньги поступили в городскую казну от спонсоров праздника. Также почти 7,5 миллионов рублей город возьмет в кредит на погашение предыдущих банковских займов. Кроме того, в ходе заседания депутаты утвердили наименование новых улиц в селе Кусунова и в Шерманихе. Наконец, определились и с названием для нового участка магистрали от площади Фрунзе до Ерофеевского спуска. Напомню, ряд общественников предлагали назвать новую дорожную артерию Александра Невским проспектом, связывая это с празднованием 800-летия благоверного князя Александра Невского, который состоится в 2021 году. Но власти решили этот участок дороги назвать Лыбецкой магистралью.